Мотор, камера, начали! Ребята, всем привет! Привет! Гонжоу похолодало! Мы утеплились. В общем, ребята, сегодня будет очень вкусный выпуск. Перед отъездом решили посетить лягушечный ресторан. Сегодня будем с вами пробовать лягушку первый раз. Да, Вероника очень хотела попробовать лягушку. Да, Вероника? Заобзорим данное место, попробуем лягушку, расскажем вкусно-невкусно и так далее. Смотрите, вот эти сиденья, да, кресла, стулья, да? Они вот свободно, обычно они заняты. Люди все сидят, берут чек, очередь, сидят, ждут. Мы много раз были в этом месте. Место называется Клиффорд. Здесь, в общем, много очень ресторанов. Такие вкусные рестораны. Вот, мы обязательно с вами еще все пройдем, поснимаем, все покажем вам. Но это в других выпусках. Сегодня у нас именно лягушечный ресторан. Я так понимаю, кафе одного блюда. Их блюд много, я так понимаю. Да, посмотрим. Стилистика полностью именно лягушачья такая. Можно проверить свой вес. Здесь можно налить горячий чай, чтобы не замерзнуть. Смотрите, для этого есть термос, кружечки. И для детишек есть попкорн. Попкорн сладкий, соленый? Сладкий. В Китае почему-то сладкий попкорн. Они почему-то соленый не едят. Все, прямо. Все, подошла наша очередь. Нас уже пригласили. Сейчас маленечко поснимаем, что происходит. Все сидят, кушают. Вот такими портвенечками. Везде фар. Все красиво украшено. О, здесь так сразу тепло. Нам сюда. Нам сюда. Пахнет прям вот специями. Вкусно, прям очень вкусно пахнет. Нам уже накрыли стол. Постелили вот такие бумажки стилизованные. Здесь что-то написано. Можно отсканировать приложение. Меню у них все через WeChat, ребята. Вот так вот. Открываем WeChat. Сканируем QR-код. Так, открыли меню. Вот так примерно выглядит меню. То есть, смотрите, у них здесь сразу же первая закладка. Это вот именно лягушки. Добавки, допустим, картошка, корень лотоса. Здесь что-то там с рисовой муки. Что-то другое. То есть, готовые... Да, 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 готовые блюда. Можно барбекю заказать даже, посмотрите. Можно кашу заказать. Какие-то роллы, спринроллы, да? Попить. Напитки. Напитки. Так вот, ребята, так как мы с детьми, они у нас острые, не едят. Вот, редко-редко, совсем чуть-чуть, если у нас что-то возьмут. Поэтому и протвенечка на самом деле нам будет на семью как раз. Поэтому возьмем один протвенечек неострых лягушек. В общем, здесь такой чайничек. Что вы там делаете, расскажите? Мы смотрим, мультики здесь есть. Мультики? Чайнички мультики. Везде дойдете. А мы с вами, ребята, попробуем чай. Из бронзового чайничка. Чайник, вы знаете, такой увесистый. Запах никакой. Нету запаха. Ооо, а чай сладкий. На разминку мы себе взяли огурчики битые, взяли аракис. Как я отношусь вообще к этому блюду, к этому заведению? Я много ходил стороной этого заведения. Катя говорит, давай, давай, пойдем, попробуем. Говорит, это очень вкусно, наверное, да, ты говорил. Она тоже не пробовала ни разу. Тебе остро, моя Холеса? Остренько, да? Это она огурчики попробовала. Ну, давайте пробовать. Да, но мне почему-то кажется очень вкусно. И Вероника очень ухтела попробовать. Ну, просто вот посудите, понимаете, это животное, да, как его назвать-то? Она сидит в болоте, квакает. У нее вот такая вот лапка, вон там даже чуть ли не ноготочки видны. В целом выглядит как-то вот как-то так, понимаете? Мне кажется, очень вкусно. Так же, как и рыбу ты кушаешь, да? Здесь у нас грибы, белая, белокочанная капуста. Так, что еще, кроме бульона, зеленый лук. Гинзы нету, кстати, я вот вижу. Есть лягушка, это самое главное, да? В общем, заказали грибную такую тарелочку. Ну, как тебе? Да, так как? По мясу, и она такая пышная. Попробовала? Очень вкусно. Вкусно? Почти на курицу. Мне очень понравилось. На вкус лягушка похожа на курицу. Что-то между курицей и рыбой. Но рыбой не пахнет. Рыбой не пахнет. Не пахнет. Ни рыбом, ни болотом, ни чем-то таким. Берем вот этот шмат мяса, прям белый, смотрите. И, собственно, пробуем, да? Куриц. Очень такой, вы знаете, насыщенный грибной вкус. Смотрите, грибочек. Гриб очень мягкий. Очень вкусно. Блюдо, на самом деле, выглядит очень большое. Но, знаете, раз-два и обчелся, как говорится. Посмотрите, разложили лягушек по тарелкам. И все, и лягушка, собственно, и кончилась. Вот здесь у нас шашлычки. Баранина? Угу. Вот. Ну, посмотрите, да? Очень мало, но, наверное, очень вкусно. Вкусненький. Не остро? Нет. Вкусно больше. Вообще, лягушке-то нравится, нет? Да, лягушке мне нравится. Нравится? Мешка. Наверное, вот единственный барьер, почему я до сих пор еще не здесь. Ну, почему я до сих пор еще не пробовал это блюдо. И, глядя вот в тарелку, да, и здесь вот эти пальчики, вот эти вот хрящи, я не знаю, косточки, понимаете? Вообще, ребята, кто пробовал лягушку, понравилась она вам или нет, пишите в комментариях. Просто интересно, сколько таких людей, которые вот именно вот, ну, не любят, да, вот лягушку, фу-фу-фу. У меня, по крайней мере, фу-фу-фу есть, но блюдо вкусно на самом деле. Мы еще заказали рис, посмотрите, здесь какой рис мимишный. Алая горячая, тарелка керамическая горячая. Достает отсюда грибочки и капусту. Тебе не понравилось? Нет, мне не понравилось. Почему? Мясо вкусно. Решили затушить, потому что уже капусту всю съели, кто-то съел, бульон выкипает, лягушки готовы, что тут еще варить? Ну, вообще здорово, то, что до конца трапезы, еда остается теплой. Не знаю, видно, не видно, на улице сидят, кушают. В принципе, там вот эти обогревалки стоят. Ну, вот, ну, здесь, вы знаете, так тепло. Вот мы зашли, прям согрелись, покушали теплой еды. Да, и уже хочется. Да, жестковато. Все, ребята, мы доели все. Смотрите, у нас какое безобразие. Очень много мелких косточек. Весь наш ужин обошелся в 209 юаней. И, в общем, счастливые, довольные. Уходим с этого заведения. Очень было вкусно. Кстати, вы можете наблюдать, уже смотрите, никого нету. Все разбежались. Время почти 9 часов и кафе практически пустое. То есть мы стояли в очереди, чтобы сюда попасть. А сейчас можно, в принципе, без проблем. Вот. Кафе, кажется, все закрываются в 10, если я не ошибаюсь. Миленькое место, да? Очень красиво украшено, да? Везде лягушечки нарисованы, да? Да. Везде играет, кстати, музыка. По-китайски, кстати, играла музыка. Новогодняя. Дети у нас еще таскают попкорн. Это как десерт, видимо, да, Вероничка? Ты решила чаю, да, тебе налить еще? Мне понравилось лягушечки. Не понравилось? Окей. Мама, давай рассказывай, тебе понравилось лягушечки или нет? Мне вкусно было. Очень. И грибной бульон очень вкусный. И лягушки напоминает куриное мясо. В общем-то. Да, надо, кстати, поэкспериментировать. Надо будет прийти еще раз туда. Попробовать другой какой-то вкус? Да, более какой-то острый такой уже, взрослый девочек, он на наших расспрашивает, что-то там спрашивают по-китайски. Они спрашивают, как меня зовут и мою сестру. Лягушке понравилось, но я хочу сказать, что она мало ела лягушечек, поэтому... Она выбирала там, где побольше мяса. Мясо торчит, да, чтобы не обгладывать эти косточки. Вот такой у нас, ребята, получился поход по лягушечному ресторану. В общем, мне тоже понравилось. Очень вкусное мясо. Мне понравилось, интересно, вот это подношение какое-то такое. Хочу сказать, что мы простенькое блюдо заказали. Грибное блюдо заказали. Оно простенькое на самом деле. Мне очень понравилось. Хочется более такое, что-то с перцем такое, чтобы прям посидеть. Так, идти... Фейерверк вкусов, да? Да. В общем, я хочу сказать, что мне понравилось. Все, надо будет прийти еще сюда. Ребята, вот такой у нас получился поход. Если вам понравилось. Если вам было так же вкусно, как нам, ставьте лайки. Лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok